Бойцы от Панкратиона из 15 регионов России стали участниками открытого чемпионата и первенства Омской области. 8 апреля за призы и турниры сражались спортсмены взрослой юниорской и юношеской группы. Всего более 200 бойцов. Панкратион включает в себя элементы многих боевых искусств, боевых единоборств. И это в свою очередь позволяет всем направлениям, а у нас их очень много, это и авторская школа «Шторм», это и кейкбоксинг, и карате, и бокс, естественно, и борьба. То есть некий такой микс, который представляет собой панкратион, то есть ребятам позволяет выступать, которые занимаются базово другими видами спорта, но позволяют выступать именно в панкратионе. Это вот универсальность этого вида, она и привлекает. Очень серьезный вид спорта, я думаю, что, и как раз он молодежный, очень интересный вид спорта. Мои кадеты тоже принимают участие в этих соревнованиях. Один раунд в три минуты у юношей и пятиминутный бой у взрослых. Поединки бескомпромиссны, спортсмены заряжены, зрители в восторге. Спорт, во-первых, здоровье, в первую очередь, для себя самооборона, дисциплина. Нет дисциплины, как товарищ Слор сказал, дисциплина – мать победы. Поэтому, ну, в первую очередь дисциплина для спортсменов, чтобы не гуляли, шатались где-то, чем непонятно занимались, а развивались в спорте. Организаторам спасибо очень огромное. Полтора года не дрался после Португалии. Вот Португалию с Владимиром Степкиным, там познакомился в Португалии. Сборную России дрался по Панкратиону среди профессионалов. Потом вот травму получил, почти два года не дрался и вот решил приехать продышаться. Ну, классно. Мне очень все понравилось. Ребята все дружные. Нормально, мне очень нравится. Омская школа Панкратиона является своего рода законодателем спортивной моды в стране и на международной арене. Наши бойцы традиционно успешно выступают и добиваются высоких результатов. Вот и на домашних соревнованиях омячи не подвели своих тренеров. Было, конечно, нелегко, но мне тренер дал тактику на бой. Соперник оказался борцом. Я провел технические действия в стойке и одержал победу. Удалось выиграть за счет ударной техники. Бросками проходил. Получается, когда бьет рукой, подныриваю под руку и бросаю. Ну, сколько для себя эта победа важна? Ну, все победы важны. Стать лучшим, превзойти соперника, преодолеть себя, показать силу и технику. Помимо традиционных наград, призеров соревнований ожидал еще один приятный бонус. Отбираются спортсмены, которые войдут в состав сборной команды России и которые примут участие в Кубке мира, который пройдет в этом году в Латвии в июне, и в чемпионате мира, который пройдет в Москве в октябре этого года. Нужно занять призовое место или только первое? Да, первое место. Ребята, которые занимают первое место, они пойдут, попадаются в состав сборной команды на чемпионат мира. В тройку лучших регионов по итогам турнира попали Омская область, Забайкальский край и Новосибирская область. Среди клубов Омска наилучший результат показал Сатурн-Профи. Также на командном пьедестале Ермак и Оскен.